здравствуйте друзья я зачитываю вопрос у нас на тему волшебных пенделей ситуацию меня вот какая зовут вадим 20 лет 96 год рождением живу в станице отравной краснодарский край россия у моих родителей история достойное подражание они познакомились когда маме было 14 отцу 16 через четыре года поженились после вместе работали колотили состояние шили шапки продавали и занимались всем чем только можно еще через четыре года жизни в браке у них появился я то есть маме было 22 года когда он родился папе 24 и если ребенок в семье еще год все подражательно после они разошлись но вообще-то это история достойное подражание конечно ладно разошлись мама купила за 20 тысяч дом в котором мы с ней жили но к шести годам моей жизни его пришлось продать уже за 500 тысяч ну то есть наварили так так как дядя родной брат мамы попал затруднительную ситуацию с правоохранительными органами семейка то деньги пошли на адвокатов хорошо отец перечислили перечислял алименты одну две тысячи рублей в месяц это небольшие алименты до 18 лет а после закон не обязывает видимо решил не стоит сам он не изменил себе и остался предпринимателем имеет несколько магазинов и коммерческих зданий сдаваемых в аренду я его бы не узнал если встретил при том что в моем с ним родстве с его стороны не демонстрировалось сомнений ну не узнал точно давно не видел ладно на данный момент мама работает в детском реабилитационном центре для детей инвалидов педагог по образованию мы живем в доме ее родителей а точнее с моим дедом он алкоголик который вынудил меня готовится издавать выпускные экзамены и каждую из прошедших сессий попутно ограждая мать от его нападок сам я с 15 лет до поступления в вуз активно оказывал услуги по ремонту компьютеров все бы хорошо но поздней осенью и зимой уж очень холодно у нас объявление клеить краснодарском крае холодно ну возможно до клеить а заказов может не быть с неделю расти особо некуда а с самого детства занимаюсь программированием все что касается веб разработки для меня не проблема также делал некоторые демо игр и прочее от безвыходности особо нет денег выбирал мест куда поближе я поступил в армавирский государственный педагогический университет по выпуску буду учителем физики на факультет вычислительных технологий не прошел так как не сдавал экзамен по физике то есть на физику можно не сдавать экзамен по физике что ли так человеку с моими навыками у нас делать нечего мама попросила сделать сайт для учреждения я все сделал поставил настроил но их программист в кавычках программист дважды все сносил подчистую на 3 я отказался делать все заново с языком проблем не возникнет так как понимаю хорошо но пока говорю с трудом но это дело достижимо за все время удалось сделать лишь один сайт который приносил порядка 30 60 долларов за месяц молодец какой но недавно партнерку отключили его пришлось продать обошелся он в 10 тысяч одна страница с 1000 пользователей в сутки сделал я его в двенадцатом году после писал лишь для себя получая небольшой кусок сайта был доволен до последнего момента единственный выход который мне представляется если я хочу развиваться попасть компанию уровня яндекс или поднять свою ничего себе но проблема и в том что меня окружают бездеятельные люди всю юность я пытался убедить своих друзей начать чем-то заниматься как результат меня стали избегать видимо начал их напрягать интереснее же пиво попить и пообсуждать кто как себя повел недавно вернулся из города домой армавир в отрадную и встретил знакомых детства они распивали нечто с людьми без определенного места жительства я понял надо валить но как ведь нет денег и знакомых кто бы имел подобные опыты миграции надеюсь что вы подскажете как быть в моей ситуации такое достаточно большое письмо ну вот раз так вышло значит я вот зачитал давайте попробуем побеседовать по дороге на работу да друзья в этом письме было особо такое трогательное место я прям даже как-то вздрогнул там когда он объявления расклеивает а там холодно и я прям такого гавроша знаете представил себе парижского вот но тут масса таких грустных моментов там дедушка алкоголик там надо маму защищать там еще чего-то в общем все это ужасно конечно но что я хочу сказать обратите внимание на его родителей в его возрасте то есть когда маме было 20 и папе там 22 они впахивали они там шапки шире дачу он там говорит и все подряд делали сколачивали какое-то состояние у мамы тогда все эти значит 20 лет назад там у мамы было 20 тысяч на которой она купила квартиру папа стал предпринимателем там у него значит доходные там какие-то там дома там еще что значит они ничем не гнушаясь впахивали зарабатывали там дальше уже какие-то другие события происходили я не знаю но все-таки вот они в его возрасте проявляли какие-то такие но если не чудеса энтузиазма до время такое было конечно 20 лет назад я себе представляю вот но но все-таки они обладали такой повышенной живучестью вот я бы так сказал и вот этой повышенной живучести у парня ну не то чтобы совсем нет да так нельзя сказать вот даже то что он там объявление вывешивать и что-то такое делает он 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 молодцом но вот не на том уровне на котором родители это все колотили и тут еще есть момент ему них не хватает себя самого то есть он не самодостаточный он вот хочет что-то делать и пытается кого-то уговорить с ним вместе это делать они от него отворачиваются потому что он их достал но он их правду достал но допустим он значит во первых он предлагает это совершенно не тем людям но пойти вот ставят люди пиво пьют а ты им как там пойдем там мешки потаскаем на на железнодорожной станции он думает а чего мне мешки таскать если я уже пиво пью эти вот поэтому он как бы не тем людям предлагает с другой стороны я думаю что может быть он им не совсем то предлагает что допустим могло бы их заинтересоваться то есть еще важно иметь что предложить если ты хочешь других людей привлечь к чему-то да значит надо что-то предложить ему чтобы они в этом что-то увидели я пытаюсь понять насколько вот этот выход в эмиграцию разумно так логично вылезает из этого всего то есть я я думаю так что он не столько может быть понимает что с ним произойдет в эмиграции и зачем она ему нужна но просто в данном случае иммиграция это как попытка разорвать вот этот круг в котором он находится да и вот он как бы учиться в институте непонятно зачем как бы что его после этого делать хотя неплохо учиться в институте я я вовсе не хочу сказать что это неправильная идея учи учись конечно даже это это замечательно учиться хорошо значит но как бы вот он да он говорит что вот на информатику его не взяли но все равно это педагогически это не то что там тебя программистом учат быть с третьей стороны он с детства с компьютерами он как бы такой может это может то даже вот он какой-то там проектик у него был в двенадцатом году он сделал если бы он каждый год делал таких проектиков там пяток как тот что он сделал в двенадцатом может быть у него сейчас их там было бы уже много и каждый давал бы там по 50 долларов и он больше совсем по-другому себя чувствовал но видимо он как-то не не смотрел на это в таком ключе а может быть он пытался делать больше но они не заработали в смысле принесения денег я я пока не знаю но вопрос как ставится да он говорит что вот денег у меня нету английский у меня такой что я так понимать понимаю он ведь проблем не будет говорит он но как бы покажет проблемы есть то есть он понимать понимает а сказать толком не может то есть оказавшись например в сша он тоже не то чтобы вот так готов пойти на рынок и начать там начать брать проекты или просто работу найти вот по специальности вот по этой да там сайты делает там веб какой-то там в программировании у нее там нехитро я не знаю значит дальше вот такой выход как допустим вот мне бы там в компанию яндекс там типа яндекса попасть насколько я знаю от людей работающих вот в яндексе и не только в яндексе туда так просто еще не попадешь они как бы норовят такие сливки пенки снимать в этом смысле поэтому я думаю что ему бы вообще где-нибудь поработать вот так между нами не обязательно в яндексе это может быть и в армавире это может быть и в краснодаре это может быть а я не знаю там может и в москве в конце концов просто поработать вот взять сделать резюме да и пойти искать работу там пишет веб-сайты ну пусть пусть пойдет поработает не не в качестве вот такого предпринимателя допустим пока что он предприниматель он вешает объявления значит там чего-то ремонтирует или там был у него веб-сайт который там давал доход какой-то в данном случае он выступает как такой малый предприниматель малый бизнес вот просто поработать но он учится может быть ему нужна какая-то порт-тайм работа или он я я не знаю надо как-то совместить нет мне трудно сказать как это правильно сделать конечно в идеале я считаю правильно было бы учиться и там порт-тайм подрабатывать но есть наоборот бывают люди работают и порт-тайм учиться так тоже бывает да человеку с моими навыками у нас делать нечего но вот это я как-то даже не очень понимаю почему человеку который делает там веб-сайты делать нечего такое в армавире никто веб-сайты не делает в краснодаре никто веб-сайты не делать почему ему делать ничего я я не понял то есть что у него недостаточно квалификации чтобы его взяли на работу куда-то я не знаю значит я пока не вижу вот иммиграции как назревшего чего-то такого допустим каким-то я не знаю чудесным образом вот девушку встретил в армавире оказалось что она американка любовь морковь вот он приехал разрешение на работу у него есть 20 лет там английского толком нет будем считать что девушка из наших там приехала навестить бабушку вот с девушкой он по русски может а дальше чего он будет делать вот ему 20 лет вот он в америке с разрешением на работу с таким как бы ощущением что он с веб-сайтами там все что хочешь может делать с веб-разработкой чем будет делать а примерно то же самое что он наверное мог бы делать и дома то есть он может пойти во первых ему надо учиться конечно там он может там классы брать понятно вот нет где-то работать он может делать примерно то же самое что он делал бы в армавире но какую-то работу не требующую квалификации и не требующую особо английского языка вот это его план там на ближайшее время пока у него язык на место не встанет вот так что что тут сказать но если мы попытаемся на вопрос отвечать прямо до при том что я не вижу пока мотивируем мотивации такой сильный то есть он может разочароваться в миграции если это не та мотивация которая вот реально его должна привести к миграции то оказавшись в эмиграции может разочароваться очень быстро ну допустим значит я бы на его месте попытался попытался попытка не пытка мы мы понимаем что не обязательно один одна стратегия ведет к результату может быть их надо 5 но в качестве одной из пяти я бы попытался найти отца которого он не 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 может узнать там чисто внешне но тем не менее значит найти отца и подкатиться к нему с планом так который бы отец одобрил потому что отец ведь молодой мужик он его родил в 20 лет до 20 нет 20 женился значит он его родил там в 24 года в 22 года то есть отцу там года 43 44 молодой мужик совсем вот и если он в нем увидит разумного человека который чего-то хочет и у него есть план какой-то это один разговор если он придет не знаю чего это другой но значит я предлагаю молодому человеку прийти к отцу с планом искать отец вот у меня такой план я хочу поехать соединенные штаты так значит вот это то как я собираюсь легализоваться и в данном случае я думаю него из легализации там кроме политики ничего толком нет вот то есть ему нужно там на адвоката 6000 ему нужно там еще может быть там немножко там на первое время поэтому он говорит отец вот там вот такой план и значит вот вот адвокат вот это вот это показать что чек проработал тему что он не словно свалился и сказать одолжи десятку одолжи не говорит дай скажи одолжи это большая 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 разница конечно возникает вопрос а как бы одолжи чем чем возвращать будем откуда у тебя деньги там и так далее это отдельный разговор конечно гарантировать он ничем не может кроме кроме видение кроме задора энтузиазма желание пробиться и так далее то есть глазок светлых и и так далее под это дело как бы понятно то есть люди с идеями всегда находят деньги ну в данном случае такая идея у него не сугубо коммерческая да там это не то что инвестиционный проект но во всяком случае с отцом можно было бы поговорить заодно бы и познакомился но я так думаю еще раз это это вещь который можно попробовать может быть там он сразу это отвергнет может быть мама ему скажет он не станет с тобой разговаривать но попробовать можно без того чтобы считать что отец тебе обязан вот поэтому я не знаю есть у отца другая семья если у него другие дети но мы же ничего не знаем вот но во всяком случае можно можно было бы попробовать и другое чтобы я на его месте сделал все таки у него есть у него есть какая-то какая-то выживаемость вот на самом деле далеко не каждый пойдет развешивать объявления там по столбам и там ремонтировать компьютер вот таким вот образом давайте у него есть определенная выживаемость значит я бы на его месте начал искать работу по там не знаю программирование веб-сайта в конце концов он может написать что он хочет быть тестировщиком а опыт у него в разработке веб-сайт например это это следующий вопрос но всяком случае искать работу в айти индустрии и это может быть достаточно далеко от дома типа москвы питера это может быть гораздо ближе к дому там даже даже в том же армавире я не знаю я я никогда не было в армавире и очень смутное представление имею об этом городе но что-то мне кажется если там есть например педагогический институт наверное там есть где работать честно вот я думаю тоже такой достаточно большой город получается вот и но в конце концов краснодар то точно большой город и не такой дорогой как москва и вроде от дома не так далеко ну то есть я бы так на его месте поступил а учебу тоже не бросать и я не знаю или перейти на заочные там или перевестись какой-то близлежащий там университет ну или например перевестись близлежащие там с потерей года может быть перейти на компьютер сайенс и уже учиться программированию все-таки время то идет жалко вот так силы тратишь а учителем физики быть все равно не собираешься в этом есть какая-то обреченность знаете вот получать образование про которую ты точно знаешь что она тебе не нужно и которое ты выбрал но просто в силу того что другого не было как-то вот по остаточному принципу в этом в этом есть какая-то лажа честно это я считаю что это человека как-то при прибивает не значит что не надо его заканчивать да если другого нет если уже ты все равно вот у тебя выбор закончить это или не закончить никакого закончить это но если у тебя по ходу дела появляется лучшее понимание того чего ты хочешь и ты можешь переключиться но переключись занимайся любимым делом я знаю мне сейчас ребята скажут там все время говорят что ой да вы не знаете они сейчас в университетах черти чему учат это только потерянное время но я лучше сам я больше выучу там и так далее и так далее я это слышу постоянно вот все не никто не говорит ты знаешь сейчас так классно в университетах да вообще каждый день приходишь голова пухнет и такого нету ведь вот говорят ой потерянное время преподы ничего не знают никому ты не нужен а то еще говорят что там это вымогательством занимаются там чтобы зачеты экзамены сдавать там и такое впишут но не знаю может может я так устарел прям вот но вот я бы через это шел пока не рвитесь в эмиграцию вот уже прям уже вот так вот прямо потому что наберитесь какого-то багажа я бы так посоветовал я уже не говорю о том что например участь там в университете вы в конце концов можете поехать там по work and travel да это относительно легкие пути он доступен только студентам но в конце концов но уже по и поезжайте по work and travel и заодно язык подтяните и денежку подработаете и останетесь в стране и получите свою эту политику там и так далее это это больше никто вас отнять не может если вы уж если вы студент и у вас наверное там люди же ездят по work and travel может быть вас то ваш университет армавирский как-то исключили из этой программы я сомневаюсь это тоже путь то есть не нужно быть каким-то сильно богатым чтобы вот так поехать так мне кажется вот и по-любому по-любому независимо вообще ни от чего вообще ни от чего мой вам совет с отцом познакомьтесь вам от него ничего не надо не потому что он может дать вам денег ничего просто с отцом познакомьтесь если у него нет принципиальных возражений ну просто вот сказать отец я там не я тебя не помню но я я как бы люблю тебя потому что ты мой отец я знаю что у меня есть отец и я знаю что я вот как бы я часть рода мы с тобой одной крови ты и я поэтому по-любому абсолютно вне всяких обстоятельств я я был я бы на вашем месте так сделал бы большой парень уже 20 лет я думаю что и у отца там где-то сидит знаете где-то у него сидит что-нибудь есть сын которому 20 лет поэтому это как бы отдельно помимо всего вне всякой связи там с иммиграцией бизнесом дедушка алкоголиком и так далее это очень важно очень очень важно может быть у вас какие-то проблемы уйдут сразу вообще из жизни уйдут какие-то проблемы которые сейчас висят каким-то грузом и ты не знаешь чего с ними делать просто потому что у вас как эта связь там оборванная так так мне кажется есть шанс есть шанс так так вот наверно я бы рассудил в принципиальном плане я не вижу проблем иммигрировать с папой без папы work and travel можно пойти работать так много путей у парня есть он может быть немножко вот в этом своем self-employment в малом бизнесе в таком критически малом бизнесе завяз немножко и как-то ему не хватает вот возможность увидеть себя со стороны и возможности которые есть вокруг увидеть и он говорит либо в яндекс как интересно год либо в яндекс меня возьмут ли тогда самому какую-нибудь компанию замутить понимаете история а как тебе замутить компанию свою вот пойти к пацанам которые пиво пьют искать пацаны давайте компанию замутим такая же еще и побить могут понимаете поэтому я бы все-таки заматерил немножко заматерил чуть-чуть поработал бы где-то увидел бы мир вот с этой стороны пойти человек который никогда не работал нигде ему трудно чем такое замутить потому что он даже не знает что это такое вот поэтому это неплохо поработать не не потому что вот допустим вы предпочитаете работать по найму нежели например делать свой бизнес нет но очень здорово где-то поработать я например в своей жизни давайте переверну я не работал очень долго нигде ну вот самое большое помню было четыре года я работал в кб но может быть еще лет 5 я работал дату педагогическом учреждении но я работал в больших конторах я работал в борлэнде я работал в лотус девелопмент корпорации и я хочу сказать что это очень много дает когда ты видишь как как крутятся ведущие компании мира ну не обязательно яндекс но в данном случае вообще вот я работал в маленьких я стартапах работал я в одном стартапе я был шестым их было пятеро я был шестым тоже очень интересно ты видишь как крутится стартап из пяти человек из шести потом становится 78 потом и тут же покупают в течение там полугода их становится уже там 25 и как меняется структура как меняются отношения как как все это происходит это очень здорово даже если вы не в такой динамичной обстановке окажетесь там как интернет стартап или что-то такое все равно это очень интересно посмотреть как работает организация очень важный опыт жизни которая вот явно явно у парня нет и я думаю это его так зацементирует вот вот то что там у него есть у него есть задатки хорошие вот и ему надо просто немножко так все это подсобрать и и тогда можно будет сделать следующий шаг ну в эмиграцию так в эмиграцию я не знаю я еще раз я повторюсь что я я не вижу почему в эмиграцию кроме кроме вот просто как попытки разорвать круг учитывая что ему 20 лет и он окажется в стране в конце концов но почему нет если основа здоровая есть у нас здесь пойдет тоже нормально пойдет я не я почти не сомневаюсь но в общем вот такая история давайте мы парню пожелаем успехов вадим его зовут давайте вадиму и станет циатрадной пожелаем успехов чтоб сегодня сложилось нормально ему уже досталось как следует он и рос без отца и дедушка алкоголик и действительно что то есть такое гаврошевская мне даже как ты мне такое чувство возникает не что как-то мы вот как старшее поколение не додали вот вот это вот этим детям 90-х они они в такое время появились что общество на изломе родители на изломе разрушилась какая-то структура которая существовала и вот все в этом деле повязла и они очень много недополучили основ каких-то жизненных вот таких что сказать в общем пусть у него все хорошо будет к счастливы